Глава девятнадцатая Вернувшись в полк и передав командиру, в каком положении находилось дело Денисова, Ростов с письмом к государю поехал в Тильзит. 13 июня французские и русские императоры съехались в Тильзите. Борис Друбецкой просил важное лицо, при котором он состоял, о том, чтобы быть причисленным к свите, назначенной состоять в Тильзите. «Я бы желал видеть великого человека», – сказал он, говоря про Наполеона, которого он до сего времени всегда, как и все, называл Буанапарте. «А вы говорите о Буанапарте?» – сказал ему, улыбаясь, его генерал. Борис вопросительно посмотрел на своего генерала и тотчас же понял, что это было шуточное испытание. «Князь, я говорю об императоре Наполеоне», – отвечал он. Генерал с улыбкой потрепал его по плечу. «Ты далеко пойдешь», – сказал он ему и взял с собою. Борис в числе немногих был на Немане в день свидания императоров. Он видел плоты с вензелями, проезд Наполеона по тому берегу мимо французской гвардии, видел задумчивое лицо императора Александра, в то время как он молча сидел в корчме на берегу Немана, ожидая прибытия Наполеона. Видел, как оба императора сели в лодке, и как Наполеон, приставший прежде к плоту, быстрыми шагами пошел вперед и, встречая Александра, подал ему руку, и как оба скрылись в павильоне. Со времени своего вступления в высшие миры Борис сделал себе привычку внимательно наблюдать то, что происходило вокруг него, и записывать. Во время свидания в Тильзите он расспрашивал об именах тех лиц, которые приехали с Наполеоном, о мундирах, которые были на них надеты, и внимательно прислушивался к словам, которые были сказаны важными лицами. В то самое время, как императоры вошли в павильон, он посмотрел на часы и не забыл посмотреть опять, в то время, когда Александр вышел из павильона. Свидание продолжалось час и пятьдесят три минуты. Он так и записал это в тот вечер в числе других фактов, которые, он полагал, имели историческое значение. Так как святая императора была очень небольшая, то для человека, дорожащего успехом по службе, находиться в Тильзите и в то время свидания императоров, было делом очень важным. И Борис, попав в Тильзит, чувствовал, что с этого времени положение его совершенно утвердилось. Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо. И все приближенные уже не только не дичились его как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было. Борис жил с другим адъютантом, польским графом Жилинским. Жилинский, воспитанный в Париже поляк, был богат, страстно любил французов, и почти каждый день во время пребывания в Тильзите к Жилинскому и Борису собирались на обед и завтраки французские офицеры из гвардии и главного французского штаба. 24 июня вечером граф Жилинский, сожитель Бориса, устроил для своих знакомых французов ужин. На ужине этом был почетный гость, один адъютант Наполеона, несколько офицеров французской гвардии и молодой мальчик старой аристократической французской фамилии Паш Наполеона. В этот самый день Ростов, пользуясь темнотой, чтобы не быть узнанным, в статском платье приехал в Тильзит и вошел в квартиру Жилинского и Бориса. В Ростове, так же, как и во всей армии, из которой он приехал, еще далеко не совершился в отношении Наполеона и французов из врагов, сделавшихся друзьями, тот переворот, который произошел в главной квартире и в Борисе. Все еще продолжали в армии испытывать прежнее смешанное чувство злобы, презрения и страха к Бонапарте и французам. Еще недавно Ростов, разговаривая с платовским казачьим офицером, спорил о том, что ежели бы Наполеон был взят в плен, то с ним бы обратились не как с государем, а как с преступником. Еще недавно на дороге, встретившись с французским раненым полковником, Ростов разгорячился, доказывая ему, что не может быть мира между законным государем и преступником Бонапартом. Поэтому Ростова странно поразил в квартире Бориса вид французских офицеров, в тех самых мундирах, на которые он привык совсем иначе смотреть из фланкерской цепи. Как только он увидал высунувшегося из двери французского офицера, это чувство войны и враждебности, которое он всегда испытывал при виде неприятеля, вдруг охватило его. Он остановился на пороге и по-русски спросил, тут ли живет Друбецкой. Борис, заслышав чужой голос в передней, вышел к нему навстречу. Лицо его в первую минуту, когда он узнал Ростова, выразило досаду. «Ах, это ты! Очень рад, очень рад тебя видеть!» – сказал он, однако улыбаясь и подвигаясь к нему. Но Ростов заметил первое его движение. «Я не вовремя, кажется», – сказал он. «Я бы не приехал, но мне дело есть», – сказал он холодно. «Нет, я только удивляюсь, как ты из полка приехал». «Сейчас я к вашим услугам!» – обратился он на голос, звавший его. «Я вижу, что я не вовремя», – повторил Ростов. Выражение досады уже исчезло на лице Бориса. Видимо, обдумав и решив, что ему делать, он с особенным спокойствием взял его за обе руки и повел в соседнюю комнату. Глаза Бориса, спокойные и твердо глядевшие на Ростова, были как будто засланы чем-то, как будто какая-то заслонка. Синие очки общежития были надеты на них. Так казалось Ростову. «Ах, полно! Пожалуйста, можешь ли ты быть не вовремя?» – сказал Борис. Борис ввел его в комнату, где был накрыт ужин. Познакомил с гостями, назвал его и, объяснив, что он был не штатский, но гусарский офицер, его старый приятель. Граф Жилинский, господин Н.Н., капитан С.С., называл он гостей. Ростов нахмуренно глядел на французов, неохотно раскланивался и молчал. Жилинский, видимо, нерадостно принял это новое русское лицо в свой кружок и ничего не сказал о Ростову. Борис, казалось, не замечал происшедшего стеснения от появления нового лица. И с тем же приятным спокойствием и заслонностью в глазах, с которыми он встретил Ростова, старался оживить разговор. Один из французов обратился с обыкновенной французской учтивостью к упорно молчавшему Ростову и сказал ему, что, вероятно, для того, чтобы увидать императора, он приехал в Тильзит. «Нет, у меня есть дело», – коротко отвечал Ростов. Ростов сделался не в духе тотчас же после того, как он заметил неудовольствие на лице Бориса и, как это всегда бывает с людьми, которые не в духе, ему казалось, что все неприязненно смотрят на него и что всем он мешает. И действительно, он мешал всем, и один оставался вне вновь завязавшегося общего разговора. «И зачем он сидит тут?» – говорили взгляды, которые бросали на него гости. Он встал и подошел к Борису. «Однако я тебя стесняю», – сказал он ему тихо. «Пойдем, поговорим о деле, и я уйду». «Да нет, нисколько», – сказал Борис. «А ежели ты устал, пойдем в мою комнату и ложись, отдохни». И в самом деле они вошли в маленькую комнатку, где спал Борис. Ростов, не садясь, тотчас же с раздражением, как будто Борис был в чем-нибудь виноват перед ним, начал ему рассказывать дело Денисова, спрашивая, хочет ли и может ли он просить о Денисове через своего генерала-государя и через него передать письмо. Когда они остались вдвоем, Ростов первый раз убедился, что ему неловко было смотреть в глаза Борису. Борис, заложив ногу на ногу и поглаживая левой рукой тонкие пальцы правой руки, слушал Ростова, как слушает генерал доклад подчиненного, то глядя в сторону, то с той уже заслонностью во взгляде, прямо глядя в глаза Ростову. Ростову всякий раз при этом становилось неловко, и он опускал глаза. — Я слыхал про такого рода дела, и знаю, что государь очень строг в этих случаях. Я думаю, надо бы не доводить до его величества. По-моему, лучше бы прямо просить корпусного командира. Но, в общем, я думаю... — Так ты ничего не хочешь сделать, так и скажи! — закричал почти Ростов, не глядя в глаза Борису. Борис улыбнулся. — Напротив, я сделаю, что могу, только я думал... В это время в двери послышался голос Жилинского, звавший Бориса. — Ну, иди, иди, — сказал Ростов, и, отказавшись от ужина и оставшись один в маленькой комнатке, он долго ходил в ней взад и вперед и слушал веселый французский говор из соседней комнаты. Субтитры создавал DimaTorzok